Депутаты обсудили исполнение бюджета Керчи за 9 месяцев 2013 года. Начальник финансового управления Галина Плужникова сообщила, что в местный бюджет Керчи поступило 311,5 миллионов гривен. Из них в общий фонд более 280 миллионов. Докладчик отметила темп роста налоговых и неналоговых поступлений общего фонда, который в сравнении с 9 месяцами прошлого года составил 97,5%. Годовые показатели Министерства финансов Украины, доведенные Керчи, по доходам, учитываемым и не учитываемым при определении межбюджетных трансфертов общего фонда, выполнены на 65%. План за 9 месяцев этого года по собственным поступлениям общего фонда, утвержденным городским головой, выполнен на 83,7%. В развитии структуры доходов общего фонда основными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде продолжает оставаться налог с доходом физических лиц, удельный вес которого в общем объеме поступлений составляет 76,6%. Это 89 миллионов 900 тысяч гривен. И плата за землю 20 миллионов 800 тысяч. 20,8% это 24 миллиона 500 тысяч гривен. По информации начальника финуправления, имеет место в сравнении с 9 месяцами 2012 года рост поступлений по налогу на доходы физических лиц и снижение поступлений по оплате за землю. В спецфонд местного бюджета за 9 месяцев этого года поступило 31 миллион 98 тысяч гривен, в том числе собственные поступления бюджетных учреждений 13,5 миллионов гривен, бюджет развития 15 миллионов гривен. Что касается расходов, то на расходы общего фонда бюджета города направлено 306,5 миллионов гривен или 95,5%. В отчетном периоде с целью обеспечения платы защищенных расходов получено в органах государственного казначейства беспроцентных среднесрочных суд в сумме 10 миллионов 553 тысяч гривен, краткосрочных суд в размере 163 миллиона 467 тысяч 400, из которых по состоянию на 1 феврале возвращено 149 миллионов 689 тысяч 400. На выплату заработной платы в отчетном периоде направлено 159 миллионов 942 тысячи 700 тысяч гривен, что больше соответствующего периода на 3 миллиона 914 тысяч или на 2,5%. В полном объеме производились выплаты заработной платы и расчеты за энергоносители коммунальной услуги. Непростая ситуация сложилась с кредиторскими задолженностями. Кредиторская задолженность общего фонда города по состоянию на 1 октября составила 5 миллионов 542 тысячи 300 и в сравнении с 3 миллиона 571 тысячи задолженности, которая имела место на 1 января. Рост кредиторской задолженности 1 миллиона 981 тысяча обусловлен задержкой государственным казначейством в проведении платежей по прочим расходам в бюджетных учреждениях. Осуществлялись расходы на социальную защиту населения, отрасль, жилищно-коммунального хозяйства. Финансировались и другие неотложенные расходы бюджетных учреждений, что обеспечило нормальную жизнедеятельность города. Также Галина Плужникова представила на рассмотрение депутатами предложенный проект решения о внесении изменений в бюджет города на 2013 год. Галина Плужникова предусматривает увеличение доходов и расходов бюджета города за счет трансфертов по управлению здравоохранения в сумме 363 тысячи гривен на частичное возмещение стоимости лекарственных препаратов для лечения лиц гертонической болезни за счет субвенций из государственного дружина Украины, а также по управлению труда и социальной защиты населения в сумме 1 125 300 на выплату помощи по уходу за инвалидом первой или второй группы в следствии психического расстройства за счет дополнительной дотации из государственного бюджета Украины. На эти две суммы идет увеличение в его бюджетах. В связи с невыполнением плановых показателей доходной части бюджета и необходимостью обеспечения выплаты заработной платы работникам бюджетных организаций предложено перераспределить источники финансирования расходов на выплату заработной платы на общую сумму более 6 миллионов гривен, в том числе по учреждениям образования, здравоохранения и Центру социального обслуживания пенсионеров. Остальные расходы, которые отражены в проекте решения, они перераспределены из тех осимнований, которые были определены каждой отраслью. Городской совет решил принять к сведению представленный отчет, рекомендовать налоговой инспекции Керчи усилить работу, направленную на обеспечение роста поступлений местных налогов и сборов, снижение налогового долга. Распорядителям бюджетных средств продолжить работы по экономии финансовых ресурсов. Наряду с этими вопросами в ходе сессии Горсовета был рассмотрен ряд других вопросов, по которым также вынесено решение. Против, разбежавшиеся.